Здравствуйте! Меня зовут Гассунс Марцис Юрьевич. Сансклит изучаю с 2002 года. Изначально в Москве обучался у Натальи Павловны Лягушиной и Залезняка Андрея Анатольевича. То есть уже больше 14 лет. Вот, я когда-то решил, что люди не должны доставать книги, как приходилось доставать их мне. И решил переиздать классику и несколько новых книг. Я считаю, что нет особой необходимости составлять новые книги, пока в нашем распоряжении нет книг, вполне достойных. Единственным недостатком которых является их отсутствие в книжных магазинах. И последние два года, после того, как я стал кандидатом в филологических наук в Москве в Институте языков и знаний Российской Академии Наук, я выпустил 6 книг по санскриту за последние два года. Сдал в типографию седьмую книгу и готовлю к изданию восьмую книгу, последнюю книгу в серии «Библиотека Санскритика». И вместе мы можем это сделать. Сам же я уже не имею возможности собрать необходимую сумму денег. Вот такие вот шесть книг одной руки, где держать уже тяжело. О чём эти шесть книг? Давайте расскажу по порядку. Двухтомник Фриша. Это хрестоматия тоненькая и словарь к ней. Это словарь среднего размера. Санскритско-чешко-английско-русский словарь. Среднего размера. Если взять и сравнивать его со словарем Кочергиной, то он будет где-то в четыре раза меньше по объёму словарного запаса. Но в два раза толще книга, Вера Александровна. Вот такой вот словарь. Словарь среднего размера. Ну и хрестоматия. Хрестоматия издана типографически безупречно. Нынче мало таких книг, что в Индии, что за рубежом. Хороший, крупный Деванагари. Легко читаемый. Это немаловажно. В Деванагари часто бывает плохо читаемый. То есть хрестоматия. Санскритская хрестоматия тонн 1. Это, собственно, сами тексты и словарик. Словарик без Деванагари. Исключительно латиница. По два столбика на страницу. Нельзя сказать, чтобы был карманный словарик. Но это, значит, первые две книги. Первые две книги. Совсем недавно вышел Бюллер. Тоненькая-тоненькая книжка. Значит, Бюллер отдельным изданием печатается впервые за 100 лет. Впервые за 100 лет печатается отдельным изданием впервые. Раньше издавался в издательстве Лань. В таком коричневом томике. Это то же самое, только отдельным изданием. И, что немаловажно, со списком опечаток. Учебники санскрита печально известны тем, что в них бывают сотни опечаток. Несколько опечаток на разворот. Поэтому книга снабжена списком опечаток, к которому на сегодняшний момент имеется новый список опечаток. То есть список опечаток к списку опечаток. Но, тем не менее, их тут была не одна сотня. И они исправлены в самой книге и отдельно перечислены в списке. Чирбюллер – это учебник требовательный. Часто его используют во втором году обучения. То есть с него начинать сложно. Письмо Деванагари не объясняется. Предполагается, что вы уже умеете читать на Деванагари. Из интересного был составлен грамматический указатель. Этого в исходном русском издании не было. Это было в немецком издании. Было произведено сверху с немецким изданием и указатель, в частности, переработан, переведен. То есть Бюллер – это учебник на второй год обучения. Чем он особенно интересен, что в нем, помимо перевода с санскрита на русский, имеются в каждом занятии имеются тексты с перевода с русского на санскрит. То есть рано или поздно вы начинаете думать на санскрите. Да. Бюллер. Что же касается хрестоматии, то имеется среди всех изданных мною пока книг и новая книга. Это книга моего учителя по санскриту Натальи Павловны Лихушиной. Значит, это хрестоматия по текстам, включенным в эту хрестоматию. Учился я сам в частности. Эти тексты существовали как отдельные листы формата А4. За пять лет мы их собрали в книгу и получилась весьма-весьма интересная книга, в частности с точки зрения типографики. Шрифт Деванаги очень крупный. Я бы сказал так. Устаревшего образца, но сделано это намеренно. В книге содержится два шрифта французский и немецкий кегль. Здесь представлены вот это французский. Им напечатан большой, малый, петербургский словарик, крупнейший словарик санскрита до сих пор в мире. Напечатан этим же шрифтом в книге. Помимо текстов имеется грамматический конспект Андрея Анатольевича Залезняка. То есть в словаре к словарю к чергеной прилагается грамматический очерк образца 1978 года. А в Христоматии Лихошиной новая книга для чтения на санскрите имеется конспект того же очерка. Книга у нас 2015 года, 16 года. Спустя 40 лет к очерку вышел конспект. В конспекте примеров почти нету. За примерами нужно обращаться в очерк. Но сжато вся грамматика санскрита это конечно очень интересно как справочное издание скажем так для наведения разных справок. выглядит это следующим образом. Таблицы достаточно непростые для прочтения, но в них содержится все, что необходимо. Помимо этого для тех, кто любит находить в санскрите слова из русского языка здесь несколько страниц проверенных Андрею Анатольевичу Железнякову слов, которые однозначно имеют родственные связи в том числе и в славянских языках. Несколько страниц для тех, кто не освоил Деван Агари, прилагается список Лига Тур. Список Лига Тур, подобно которого и никогда еще никто не издавал. Список Лига Тур составлен мною. Составлялся много лет для него. Специально были разработаны шрифты и это список может заинтересовать тех, кто пугается Деван Агари. Думаю, что это похоже на китайский язык, на китайские иероглифы. Это совсем не так. иероглифов тысячи, а Лига Тур не больше восьмиста. Помимо этого есть справочные издания. Издание Миллера и Кнауэра «Руководство к изучению санскрита». Это наиболее полная грамматика санскрита на русском языке. В ней почти нет опечаток. На сегодняшний день неизвестна одна опечатка. То есть, если нужно наводить сведения в каких-то парадигмах, это лучшее издание. Значит, Миллер и Кнауэр. Миллер и Кнауэр изначально был издан в 1891 году. Миллер написал грамматику, Кнауэр подобрал текст и словарь. Значит, Миллер и Кнауэр «Лучшее справочное пособие». А потом в 1908 году Кнауэр издал отдельно грамматику «Учебник сансквитского языка». Тут Кнауэр написал всю грамматику. Уже не Миллер, а сам Кнауэр с точки зрения типографики книги. Опять же, безупречно. В конце имеется словарь с Деванагрой, транслитерацией, указание места, где в тексте встречается это слово. Здесь имеется хрестомати, небольшая, но вполне достаточная, и грамматика. Подробнейшая грамматика. Например, когда изучаем Деванагри, каждая из этих книжек может быть привлечена. Например, есть один список лигатур в Кнауэре, другой список в Миллере, в Третьей Лихушине, что-то отдельно встречается в Бюллере. Даже на уровне изучения письма я советую эти четыре книги. За два года я издал семь книг, и теперь собираюсь издать восьмой. Но на сей раз мне нужна ваша поддержка. Не хватает всего 263 тысяч рублей. Это небольшая сумма, но и времени у нас немного. Это месяц, полтора. Спасибо за внимание. До свидания.